Войлочные вишни 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 Я показывал справа Стояла вот эта вот упаковка Вот она упаковочка Она Осталась там Ну скажем так Мягкая забытчивость Мягкая-мягкая Мягкая забытчивость Войлочные вишни 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 вот и лишь как это самое найти это анекдот когда везли везут с этого с конкурса бутыли с вином 1 завоевала первое место гран-при сака самое вкусное другая сорт вина назвали мягко говоря дерьмом а эти самые дегустаторы а они пожимают плечами ведь мы с одной бочки разрезали на две бутыли вот так и тут получается сожалению результаты у всех разные наши я тут не сидел на кухне вот и не рассказывал эту грустную историю но она как грустно у меня это иголочная вишня ну как как выразиться как собак нерезанных вот то есть даже даже перебор посмотрите я уже приготовился дотянусь сейчас вот она увидите опять выручная вишня видите она еще сухая а это не только сырая она уже не годится даже для посадки а еще сегодня у нас 16 17 16 или 17 памяти нет февраля смотрим дальше к чему я клоню у меня много и эту когда я ее видите когда я застралифицирую она была раз по мешочкам вот по 12 штучек когда просят 10 кладу 12 не жалко была приготовлена к продаже и не выслана то есть она никому не нужна а самое интересное что написано больше вещи для внимания прививок для прививок персиков поверьте что здесь написано вот что где-то пистолова для прививки персиков и она никому не нужна вот а юрий васильевич броски показывал сюжет у него с ролик там было полметра воды стояла при море и там на водичных вещах на подвое росли персики шлифта причем роскошнейший сорт причем удивительное дело что они были привиты на водичные вишни и урожай был ну скажем так предельный предельный уже больше невозможно мечтать и здесь тоже самое здесь ему мной было я показывал один из фильмов в нем в этом фильме ко мне приезжал приезжали гости скажу я уже тарас повторяю в одном из фильмов уже говорил я вынужден повториться ради вот этого я ведь вас интригую не просто так хочу чтобы вы сделали все правильно чтобы вас было сто процентов как у одних они ноль как у других вот и приехал ко мне так сам петрович рыкалин супер садовод виноградарь и с ним приехала дама из красноярского сельхозинститута очень увлеченно интересно что меня поразило кстати потому что такое такое вот крайне редко вот я им водил от вишни волочной к вишне волочной и говорю слаще а это еще слаще фирме есть в этот мой мой 200 фильмов ходит вот кто хочет увидеть так и подвел наконец к вишне самой сладкой а на одном корне там была вишня и персик то есть на мой взгляд запрещенная наука не существующая в природе так куда смотрит этот самая почему ко мне не едет воронок куда смотрит этот я просто поражен он и он есть это современная инквизиция можно назвать но есть вот но я образом называю современный киево задача не тратить бюджетные деньги на всякую ерунду туда 0 выполняет вспомните сейчас скандал страшный где кончается медицина и начинается это самое типа алхимии какие сравнили ну вы понимаете чем речь помощь нужна сейчас мы уже с тимофеем будущем железовым сейчас он еще не железом но будет железом это мне пообещал мама его пообещала так надо для династии вот эту вот мой юный друг мой воспитанник будет помогать помнишь как ты помню с ним это самое все лишним снимал в саду да я даже интервью тебя брал попробуй вот так вот так вот ты будешь участником я не удаляй ничего вот эту дырочку не заслоняю вот это все показываю и вот друзья мои значит месяц назад они были помещены в строй песок и за этот месяц этот песок высох как он высох вы думаете это халтура здесь вот раз полиэтилен вот это полиэтилен как получилось что он высох объясняю дело в том что это одна из проблем плохой схожести видите корешки пробили и когда они проснулись почему проснулись повторяю до месяц было тут вот в дверце теплее намного чем там дальше я померил там было плюс 8 пока а иди сюда скажи нет еще раз зрительское как ты начал говорить с по зрителям забыл сказать что ты забыл сказать зрителям пока да ты сам сказал ну все ладно зрители тебя услышали и так значит когда они проснулись причина месяц при плюс 8 хотя это еще не повод потом три дня отключенный холодильник то есть нагрел до 20 все а теперь скажите мне что это халтура что семечки были мертвые или щетка то есть косточки вот нет когда они проснулись они в песок высушили мах вот видите смотрим дальше я сам еще не не разговаривал они тоже пробили насквозь видите ведь пробили насквозь очень процент да видно сквозь них где не пробили все равно вон они да вот они торчат вот они торчат вот это еще толком не разбирал этот мешок если не разбирал возможно где-то в серединке другие вот они еще посырее еще не проснулись а по краям где теплее они быстрее высохли вот сейчас еще найдем для наглядности чтобы вы поняли о чем идет речь и какие меры мы должны принимать и как важно не просто а получил от железа все порядок все это же головная боль после этого треки начинается вот здесь друг другого места я беру ну вот видите опять проснулись вот и что и чему мы пришли это все я выброшу вот почему ну во первых у меня есть запас во вторых потому что их можно было бы часть из них видите они еще спят можно было бы спасти но они никому не нужны вот поэтому все это будет выброшено так как даже такие можно было продать которые не проснувшийся и вот но у них принципе уже сбита программа теперь в чем еще проблема вот когда вы получили они же попадают на почту я не скрываю эту проблему попали вот они еще спят вот они на пути на пусть и полежали в тепле поехали в абакан ну скорее всего тут туда везет теплая машина с абакана они и по божедорожному пути они этапы в вагоне при холоде поехали себе на красноярску красноярск они поехали до москвы с москвы до ярославля и так далее и в общем перевалок достаточно тепло холод тепло холод что может получить могут получить людям не может получить вот этого поэтому конечно надо было покупать сухие конечно те кто давали по железу сам застрекцирует это была ошибка но как теперь быть а теперь надо быть так значит я никогда не отдаю на почту 5 субботу воскресенье хотя у нас центральная почта работает сильнее в неделю вот я всегда отдаю например понедельник 8 утра и так как у меня с ними свои отношения особо с почтовиками помогаем планы выполнять то в 10 она уже едет в абакан уже хотя бы здесь никакой лёжки поняли что я могу сделать теперь я сразу сообщаю вам где находится ваша посылка то есть я вам сообщаю номер квитанции вот следите ради бога то он она же не обязательно когда придут вы тут же узнаете где-то заболел почтальон где-то опять сокращение очередное сумасшедшую очередь про вас не забыли вы можете получить через 35 дней и это никто за это отвечать не будет квитанцию вас может быть эти 35 дней не быть вот следите вы должны знать что да вот она пришла и не ждите квитанции я же никогда не жду квитанции я прихожу вот и если мне кто-то что-то присылает я уже знаю что она уже все на горске именно моем почтовом отделе вот это очень важно и наконец перепаковка и даже не до такой степени перепаковка не до такой степени что вот такой мешочек и этого мало мало перепаковка должна быть нормальная то есть сейчас минутку поставлю лишнее подозреваю что продать не удастся вот смотрите вот это вот внимательно смотрите вот что здесь написано здесь написано сорти это смесь слив так о этих до слив номер три вот она была у меня застрюгирована в ноябре так все по-честному вот до сих пор лежит конечно ни одна тут косточка если туда не отобраться ни одна кучка здесь не взошла и взойти не может так оставлю вот так вот насколько там на я несколько дней могут начать первые лопаться вот это поэтому как видите по крайней мере то что касается у меня то что касается хранения то что касается температуры все по-честному значит у многих схожесть под сто процентов несмотря на эти проблемы вот и получается я не только вас чему-то плохому научил вот например холодильник три дня теплый простоял вот но и хорошему значит при большом желании вы может до проснувшийся это еще не смерть вот часть из них прекрасно ну ладно здесь у меня конечно нет это как не тот случай на 3 ремонт прорастил просто воткнул его накрыл бутылкой писар отрезан горлом и прорастил так просто простил так для души а ведь такие горшочки можно садить проклюнувшийся но держать их не на подоконник это еще один важнейший момент страшная ошибка они некоторые по которой в феврале марте просыпаются в апреле мая высаживаются некоторые саженцы но это лимон ладно они уже вот такими вот буквально становятся а потом почему все таки гибнут вот в холод вот проклюнулся да еще не появился над землей только проклюнулся обратно холодильник но уже в горшочке ну вроде бы все сказал